всем здравствуйте спасибо что вы пришли спасибо что вы рядом и поддержку сегодня мы будем говорить о такой теме которая счастью счастью то что она сейчас стала незапретной да и что все больше и больше а мы смело можем про это говорить сегодняшняя сегодняшняя тема посвящена моей личной моему личному переживанию три года назад 14 мая скончалась моя близкая подруга да и и не стало по причине рака молочной железы поэтому для меня именно май считается днем борьбы против рака да когда много беседовали уже в конце ее жизни и она все время говорила как бы мне хотелось остаться живой чтобы рассказать эту историю как не допустить этого да и я сказала что я это сделаю да я помогу я буду об этом говорить я буду об этом писать как и вот попало так что я познакомилась когда-то с виктором николаевичем да и попала к вам и когда мы об этом разговаривали что фукоидан это больше про онкологию да про помощь и для меня это очень-то звалось потому что на тот момент для меня это было очень ярко и очень больно да и поэтому для меня конечно любой я любая возможность поговорить и донести если я хотя бы одному проценту женщин могу донести эту информацию я буду это делать да поэтому сегодня мы с вами будем говорить себе нежно да потому что мы в самотохе наших дней в этой жизни быстро текущий да в этом в этом режиме солдата мы конечно с вами забываем о себе да и мы можем многое что сделать и изменить да но к сожалению да моя такая философия странно всегда мне осознавать знаете когда я прошу своих клиентов пройти чкап да пройди сдай анализы сделай узи нету времени нету времени нету денег но как только появляется диагноз находятся деньги в тот же вечер находятся врачи в ту же секунду люди готовы лететь и вылетать в тот же вечер в израиль германию лечение я просто сюда не понимаю это как так ты мне столько времени говорил о том что у тебя нету денег и времени да у тебя там ты не можешь уйти с работы не можешь оставить не с кем детей проверить гинеколога все свои нюансы но потом ты находишь но иногда бывает такое что уже поздно да и когда приходит к нам и к вам о том что дайте что-нибудь выпить чтобы мне помогло да мы понимаем что профилактировать гораздо легче нежели лечить поэтому дорогие мои я хочу чтобы наш с вами беседа сегодня была про профилактику для того чтобы наш фукайдан работал и для того чтобы при как бы сохранил вас и ваше здоровье мы должны помочь себе тоже да есть такая табуретка здоровья да мы не можем уповать на кого угодно на наш фукайдан на всевышнего не знаю называйте как хотите но при этом пить курить иметь хронические видовоспаления да и ставить приоритеты совершенно другие то ничего в мире не поможет когда мы все-таки правильно распределяем эти приоритеты в жизни то наверное очень много нам открывается и мы очень 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 много можем изменить да поэтому наша с вами цель быть образовательными если мы с вами стоим и работаем в этой компании так скажем стоим это из за больше доступной линейки так мы больше видим то давайте нести в массу да пусть я передам вам вас сегодня 16 и пусть каждая из вас и вот дмитрий анатолич к нам присоединился тоже несет это да даже если мы где-то в компании на пикнике или просто подруге с подругой в беседе да поговорим об этом да об этом казалось бы что об этом говорить все об этом знают нет да ну мы мы должны об этом говорить не забывать и предложить подруге посидеть ее детьми чтобы она сходила на узи даже такую мелочь мы можем с вами делать давайте начинать как не пропустить у себя рак молочной железы да я вот хочу немножко между тут делом сказать да я благодарю что вот дмитрий анатольевич присоединился мы лично не знакомы но я очень рада видеть новых людей в чате да что рак молочной железы это не только история женщин да к сожалению а мужчины тоже сталкиваются да как правило это генетически обусловленный рак спонтанно он не возникает но тем не менее да мужчин тоже он не обходит стороны поэтому эта тема не только про женщин да и мужчина она тоже касается но так как у нас каждый мужчина защитник семьи у него есть как правило и жена иногда и дочери да и эта тема все равно очень-очень важная рак молочной железы стоит на втором месте да по причинам смертности от ремеже умирает до сих пор до 680 вот на данный момент до тысяч женщин это огромное количество огромная цифра больше диагностирована до больше миллиона двух миллионов новых случаев поэтому ранняя диагностика всегда дает нам большие шансы большие шансы в лечении большие шансы в реабилитации да поэтому вот эти 15 минут узи этого страха да они могут спасти вам жизнь для многих женщин поход к маммологу на узи напоминает практически до прощания с жизнью наводит на мысли самые страшные что уже нужно оставить завещание не дай бог что-нибудь найдут особенно когда мы смотрим на лицо узистом на серьезно да у нас там замирает все но поверьте это необходимо это спасет вам жизнь да это просто очень необходимо вы нужны своим близким вы нужны своим детям вы нужны своим дочерям поэтому для нас диагностика это то чем мы можем профилактировать также маленькую опухоль к сожалению мы не можем обнаружить а при пальпации да когда она совсем маленькая уже обнаружение когда это как посолено да или ну какое-то уже уплотнение сильное это уже конечно заставляет нас задуматься тоже не то что бежать это нестись нужно да поэтому чем чаще мы проходим до чем чаще мы следим за своим состоянием тем конечно все это будет гораздо проще рак молочной железы да вот мы немножко сейчас поговорим по мифы на которые все-таки существуют вокруг может быть кто-то еще что-то дополнить в чате да может быть еще какие-то моменты но мы с вами проговорим да сегодня у нас такой будет открытый разговор и побеседуем да и по коммуницируем тоже в моменте да вот рак молочной железы это возрастное и чисто женское заболевание да как часто вы об этом задумывались например да и сожалению у женщин да в основном заболевание возникает это постменопаузальном периоде да когда у нас снижается эстрогены и гормоны да эстроген гормон который нас сохраняет от рака да и когда у нас идет вот эти вот изменения безусловно здесь мы становимся более уязвимы основная его причина да это гормональный дисбаланс связан с переходом до климатерический возраст и тут снижается не только эстроген и прогестерон да и тестостерон все гормоны у нас идут на снижение у молодых женщин заболеваемость несколько раз ниже но при этом у них злокачественное новообразование развивается более агрессивно и мы знаем что у молодых женщин в основном это бывают трижды отрицательные раки да они бывают пенетически мутированные да они не реагируют вообще не на гормональную да систему терапию сожалению молодом возрасте рак лечится гораздо сложнее более с плохой как бы скажем побочной такой проходит ситуации факторами риска является также у нас метаболические нарушения да это когда есть варение сахарного диабета до риски также гиперэстрогенами да тоже есть такой диагноз да когда у нас гипер много эстрогенов они не выходят как нужно из организма здесь это может быть связано также с плохой работой печени да с ее детоксикационными функциями запоры и вечные воспаления в кишечнике да вот за этим нужно тоже следить и этим страдают и уже молодые девчонки да и взрослые женщины да поэтому за здоровье кишечника мы с вами тоже должны следить также курение да она тоже у нас влияет на детоксикационные функции различные радиации далее вот эти все моменты конечно тоже влияют миф номер два если у родственников был рак то у меня обязательно будет да можно защитить защитить заранее удалив молочные железы да как анжелина джоли сделала а если нету генетического предрасположенности да то бояться нечего к сожалению это такое заблуждение тоже да когда мы думаем о том что вот если на у меня там в роду было то у меня обязательно будет знаете как генетика генетику можно изменить степи генетики да поэтому не всегда это так и в обратную сторону также мы иногда часто говорим что до своего инфаркта можно не дожить да и можно и его заработать в 30 лет даже не имея генетических каких-то расположенность поэтому здесь все зависит от того от образа жизни который вы ведете насколько вы к себе относитесь да скажем качественно здесь тоже очень много будет влиять если в роду есть ген ген до подтвержденный если определенные буковки до которые мы можем дать генетический код а и проверить или какие-то генетации повышается риск до болезни но не на сто процентов мы всегда говорим что генетика это генетика но и много факторов тоже может влиять если мутация обнаружена вероятность что по 70 годам услышите 80 годам женщина заболеет раком молочной железы почему с возрастом сходство мы накапливаем генетические мутации да у нас они более проявляются но вот старость она такая да они приходят одна этот ген чистильщик до мусорщик все поломки в организме возникают течение жизни в том числе и в клетках яичников щитовидной железе в коже в желудке в нашем организме свой срастом накапливаются поломанные клеточки которые ежедневно распознаются и обезвреживаются даст иммунной системы и даже если профилактически удалить грудь это не значит что она что это реализуется да что этот рак не реализуется и что мы спасемся да то есть следует исключить экзогенные факторы до курения стресс доброкачественные заболевания молочной железы и репродуктивную систему даже привести в порядок также соблюдать режим труда и отдыха и в том случае мы с вами можем говорить о том что мы как минимум или как максимум профилактируем свое онкозаболевание ведь само по он когда она не он к или но любого органа да но не возникает с ничего да я был здоровый и вел здоровый образ жизни все равно как правило мы видим это то что есть стрессы да есть недосыпы есть недоедание переедания длительные воспалительные процессы который мы иногда просто забиваем и не задумывается есть ожирение до которой мы как бы имеем и с годами на все возрастает так как двигаемся мы меньше да едим мы по-прежнему голоража в большом например да и не тратим эти поэтому забота о себе начинается прежде всего да с приведения своего тела в порядок с активности посильной да с правильного рациона с хорошего образа жизни мы должны ложиться спать до 11 до в этот день как я всегда говорю ложимся спать в этот день и вставать да и поэтому все это совокупности отдых покой да и а спокойное состояние внутри будет все таки больше степени располагать тому что мутирующих клеток будет меньше да ну и конечно все факторы которые мы можем исключить да мы должны исключить третьими до травмы молочной железы пирсинге ношение бюстгальтеров то приводят к раку груди это тоже миф конечно же да все различные травмы которые наносятся безусловно не несут пользу но как правило не настолько они коррелируются что прям бюстгальтер всем виной что вот случился рак нет нет это не совсем так нет гарантии что рака не было до травмы да мы просто не знаем а на фоне каких-то изменений он просто проявляется быстрее да но действительно когда есть травматизация исключить где в одно и то же место да все время у нас какое-то травмирующее действие неважно это мы будем говорить с вами про грудь или мы будем говорить по например слизистые рта или про легкие или про рак кишечника да когда у нас постоянно воспаление воспаление воспаления в кишечнике дать через время там возникают полипы и эти полипы могут излакочисляться да и мы получаем не очень приятную картину также как и за желудком да вечное воспаление или живущая там и рецидивирующий хелик бактер безусловно приведет когда-нибудь да он к генетике да к этого желудка онкогенности исследования и статистики в связи именно так конкретно пирсинг равно рак или там галтер равно рак таких исследований нет и не существует сколько бы их ни проводили безусловно все должно быть удобно да это наверное вот один из фактов именно берешь себе нежно к себе да когда мы заботимся все-таки о том что мы носим да насколько она удобно комфортно это самое главное все должно быть ну наверно уже эти вопросы татуировки каких-то пирсингов наверное это как бы уже такой второй вопрос но все взрослые 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 да когда внутри ты наверно сам себе не будешь наносить такой вред но тем не менее да бывают и такие особенно у молодежи да так поэтому этих тоже этим не будем эко аборта оральные контрацептивы приводит к раку молочной железы если кормить грудью то это защитит к сожалению тоже да это устоявшийся миф на оральные контрацептивы вещь серьезная да принимают их с осторожностью под контролем врача безусловно мы имеем нюансы если женщина имеет два анамнезе и мама и сестра и бабушка прабабушка да там болели рака молочной железы берутся анализы берется генетика да и мы можем с вами понимать если женщина находится в рисках то конечно никто ей не назначит контрацептива потому что есть риск то что у него случится рак да поэтому конечно это все мы назначаем не потому что мы сами решили конечно это все делается под контролем врача и таким образом мы можем с вами и контролировать конечно перед их назначением всегда делается узи да вы всегда проходится консультация онкологом аммологом все эти риски мы исключаем если у женщины есть предрасположенность конечно это влияет на картину приема но тоже сейчас есть много разной такой палитры да скажем контрацептив который можно применить и вам доктор обязательно это подберет выдует также мнение да вы что прием противозачаточных препаратов на против может тормозить развитие рака что не отмечает их побочных тогда отменять их побочных эффектов но тем не менее да что касается абортов это сильный стрессовый гормональный удар так как при подготовке беременности до женские организма перестраиваются а потом этот процесс резко прерывается как бы как незаконченный да поэтому конечно здесь мы не знаем что что будет так куда эти гормоны выведут особенно это опасно для нерожавших женщин да мы особенно то если это первые разы это может быть непринудительный аборт да это может быть замерзшая беременность а это может быть выкидыш что тоже считается абортным поэтому здесь конечно женщина в таком в риске да аборт вызывает до определенные мистопатии кисты в грудях да как за которыми тоже нужно следить также у нас есть по которая процедура нередко делают и по несколько раз и получаются большие дозы гормонов и конечно на после вот таких экспериментов да иначе никак не назвать женщины часто остаются да инвалидами думаю что у вас тоже у каждой есть история о подруге может быть о себе да когда это страшный просто удар по по системе репродуктивной женщины да мне тоже таких очень много клиентов приходит и клиент тогда которые после ко и конечно мы длительный путь проходим тоже с ними да в детоксикации нормализации какие мифы и что мы можем поговорить про диагностику и по лечению уплотнение можно найти самостоятельно при пальпации если нет уплотнения жалоб то можно и не обследоваться насколько вы думаете это имеет место быть такая теория если нет жалоб то не стоит ли вообще ходить до женщины не могут обнаружить заболевания сами на ранних стадиях при высокой плотности железы а это как правило примерно до 40 43 лет когда грудь женщины еще наполненная дата пропайпировать себя очень сложно и можно пропустить какой-нибудь мелкий узелок который даже не всегда виден на скринингах и осмотрах поэтому существует календарь осмотров онкологов маммологов гинекологов да и узи нельзя просто самообследоваться и никуда не ходить мы обязательно должны с вами делать узи да и маммографию лучше посещать специалиста в любом случае даже если вас ничего не беспокоит все равно рутинный осмотр гинеколога и каждый гинеколог должен осматривать помочь женщине смотреть грудь это считается нормой так что врач имеет право к доступу женщины так тело женщина после 45 лет до показана маммография здесь уже мы можем более тщательно скрупулезно до выявить какие-то вещи но поскольку мы уже развеяли мифы до возрасте 18 20 18 20 летние пациентки тоже могут и должны посещать то если есть какие-то уплотнения какие-то нюансы какие-то моменты тоже не бояться идти к маммологу сходи да и сделать монографию но если у сида не как бы не до конца что-то выявило или у зиста закрались какие-то сомнения стоит делать узи молочных желез в любом возрасте обязательно мы должны донести это для своих невесток и своих дочек о том что это не страшно это рутинно это нужно делать даже если в обследовании не находят ничего это плановый осмотр даже если нету жалоб или нарушение цикла гормонального до фона все равно мы должны это делать это лучше делать периодически особенно при наследственном предисположенности и не ждать какой-то острый да вот когда необходимости когда что-то там уже идет выделяется там и просто рутинно должны это проходить это должно быть нас как с вами зубы чистить женщины самой сложно эти проблемы да на ранних стадиях и врач правильно может все вам объяснить да и он все это видит и не будет пугать и вы не будете пугаться да и вы будете просто спокойнее относиться когда вы это будете делать часто это не будет таким шоком да когда это будет рутина и это не будет вызвать такого стресса скрининг это самая так скажем первая ступенька и самое главное то что помогает врачам спасти очень многие жизни до обследовать и обследоваться это обязательно чем раньше находится и определяется опухоль до ее тип тем быстрее начинается лечение и если нет инвазии до соседние ткани не перешли никуда за свои пределы да то порой системной терапии просто хирургического уменьшательства хватает там и женщина просто остается под наблюдением никакой химиотерапии ничего не будет применено к сожалению бывают случаи когда женщина или девушка да а выявляет на скрининге маленькие новообразования либо еще какие-то уплотнения либо спорные какие-то вопросы но ничего не предпринимают откладывают на это на потом и уже когда следующий раз возвращаются к этому вопросу новообразование возникает а уже серьезными дакос прорастаниями да уже это сложно такой скажем сложный диагноз да и бывает конечно тоже ситуации когда между маммографиями да вот через год или год через три женщина проходит да и вот в этот интервал как раз начинается заболевание такое тоже бывает это называется интервальный рак когда я тоже крайний случай у меня был когда женщина она была в ремиссии да и проходила диагностику и она мне говорит вот как так врач проморгала я говорю на не проморгала вот просто от этого до вот этого момента да вот в этом периоде случилось это и тут не виноват никто не доктор не она сама ну так так получилось это как правило да уже самые агрессивные формы они крайне редки но они да так случаются поэтому очень важно найти хорошего диагноста рано распознать да это у нас такие три кита с вами да и приступить незамедлительно к лечению особенно хорошо если вы будете наблюдаться если у вас есть какие-то семье например то есть вопросы с раками да если вы найдете именно специалиста которые работают непосредственность например узистка она должна быть тоже не просто там узи которая все делает да а именно которая работает с этими раками до которая встречается которая понимает что она видит и это тоже очень такое важное звено там мы порой я больше врача ищем но нам иногда узиста нужно больше чем врач да потому что то что он там увидит и распознает порой дает большие возможности врачу поэтому ищем тоже специалистов растительные препараты помогают ли это привлечение онкологии это серьезный диагноз и мы знаем негативные эффекты от применения трав да конечно же мы можем также говорить о том что онкологическое заболевание и лечение тоже агрессивное но к сожалению в 21 веке да вы пока что это лечение она остается такое и она будет таким да и достаточно успешно она лечится да и конечно при поздних стадиях тут уже мы понимаем что идет истощение организма и как правило не от рака совсем умирает человек человек да уже от поли органа недостаточности там потери сильного веса да еще каких-то нюансов напрямую безусловно от побочных каких-то реакций но здесь мы с вами и можем работать тоже да по согласованию с врачом растительные препараты могут присутствовать конечно же в терапии да если человек них верит и это психологически ему спокойнее то конечно врач может их оставить но при этом должна быть выбрана верная тактика лечения а это все должно быть согласовано потому что очень многие травы и очень многие вещества там бадовые да которые могут идти в конфликт ослабевая действия химиотерапии тем самым мы врач ожидая да что вот там грубо говоря там 4 химии и все закончится да человек шаманит там чем-нибудь антиоксидантным да и тем самым нивелирует действия получается химиотерапии да и тем самым увеличиваем просто этот срок лечения да и как бы мы понимаем как еще последствия нас страдает еще дольше организм поэтому здесь надо очень-очень четко понимать что мы можем давать что мы не можем давать да поэтому таких историй безумно мало да когда человек пил чагу и вылечился но тут наверное больше я бы могу сказать что это скорее всего что не совсем был рак да это было что-нибудь доброкачественное поэтому конечно мы в первую очередь у нас всегда разговор с онкологом и никакие бабушки никакие шаманские травки только мы потеряем время да сожалению время здесь играет большую огромную роль для нас да когда своевременно назначена терапия любые растительные препараты должны быть полностью только под под прицельным да вот согласованием еще раз да врача все метаболиты да все метаболиты вот эти вот влияние которые на тот момент будут происходить в организме врач должен понимать что происходит да поэтому никогда мы не влезаем больным с раком со своими какими-то вещами да мы четко должны понимать что где ответственность врача где ответственность наши да и например какие-нибудь травки для улучшения сна да или там какие-то такие когда сильно стрессовость конечно тут может может быть применено но тем не менее это все должно быть согласовано с врачами в у нас да в уфу кайдана безусловно мы все с вами читаем и знаем о том что идут огромные исследования о том что он действительно помогает по при онкологических заболеваниях но большей степени мы можем с вами говорить о том что он не дает рецидивировать да если мы например уже человека встречаем стадии ремиссии безусловно мы можем ему рекомендовать да поддерживать свой вот этот вот баланс да в улучшении состояние микробиота кишечника да какие-то вещества мы можем минимальных количествах между химиотерапиями да можем применять но это должно быть не антиоксиданты это должно быть то что нам помогает например контролировать сахар потому что очень часто на химиотерапии да подскакивает этот сахар у нас есть такие помощники мы можем улучшать качество микробиоты да потому что самое главное иммунный как бы ответ это наше качество микробиоты да и она так как это кишечник это быстро делящиеся клетки такие же быстро делящиеся как и раковые и поэтому они подвергаются атаки химиотерапии не менее не меньше чем сама опухоль да и поэтому страдает слизистый глаз кишечника желудка кожа да может страдать выпадают волосы именно воздействует на те клетки которые быстро делятся соответственно мы с вами должны беспокоиться о том насколько качественно у нас восстанавливается кишечник да мы сами понимаем что большую здесь роль играет именно у нас состояние пациента да или клиента когда он не может кушать когда он не усваивает достаточно витамины до из еды не понимаю что здесь же его страдает вторая часть да когда он борется и нужно силы бороться а есть он не может поэтому для нас с вами очень важно но максимально восстановить ему здоровье кишечника да и желудка поэтому здесь мы с вами будем будем на это работать профилактика да мы сейчас будем с вами говорить в большей степени конечно о еде да ты такого больше скажу моя такая ответственность какие-то медикаменты и какие-то еще вещи их не совсем они придуманы да единственное чего мы можем с вами немножко застраховаться это от рака шейки матки а сейчас вот в казахстане в этом году была закуплена даже достаточно большая партия вакцин да ну конечно это вам нужно своим гинекологом обговорить уже рожавшие то скажем мы уже конечно не сможем привиться да по полной программе ну например девочек вот с 11 лет на прививают от рака шейки матки поэтому в принципе да и причем вакцина куплена самым большим таким спектром от большого количества вот этих титров да поэтому в принципе такая возможность есть да защитить хотя бы вот здесь от этого мальчикам тоже делается прививка от рака папиллома вирус человека да потому что они тоже могут быть вносителями так профилактика рак молочной железы да это количество фруктов до растительные масла нам нужны это омега-3 и до омега-9 рыба орехи безусловно нам это все нужно и в каких количествах да и я еще хочу пару слов сказать именно знаете про почему молодеет рак да когда мне меня часто просто об этом спрашивают почему так много молодых молодых людей молодых женщин да с раком здесь это в большей степени не говорит нам о том что вот у нас хилое поколение это просто говорит о том что у нас стала лучше диагностика люди стали более грамотные более часто стало это звенеть в ушах о том что нужно проверяться и вот так как это стало больше и чаще мы стали просто видеть эту статистику а поэтому так как у нас развивается акушерство гинекология узи да вот это все помогает можно раньше выявить вот эти вот раки да женщины к сожалению стали отодвигать свои роды выражают они позже да вот например после 35 лет у женщины идут уже такие изменения которые не благостно влияют на женское здоровье поэтому современная вот эта реальность что родить чем позже тем лучше к сожалению она сказывается на женщине да рак молочной железы это заболевание которое поддается лечению на ранних стадиях да мы конечно должны за этим следить и вовремя рожать да все таки есть какие-то определенные вещи которые для нашего гормонального здоровья они нам нужны и не отводить эту профилактику не на 2 не на 3 не на какой план да и вы для себя одна вы должны за собой следить больше чем за кем-либо радость жизни да и любви к себе на прежде всего начинается с обследования да вот пролечить зубы сходить на диагностику да научиться кормить себя да и когда мы не едим по вторичному признаку да там всех накормила себе уже остатки да какой-то вот я такой ненужный орган да в этой системе жизни семьи а именно забота начинается себя конечно стараться исключить всякие вредные привычки да стараться сократить свои жировые запасы да привести свою норму именно фон инсулиновый да уйти из от сахарного диабета привести норма норму кишечник да в здоровье свой конечно же этом стараться не загорать да топлис да чтобы не не провоцировать да вообще в целом если у вас есть семья истории рака да конечно для вас загар да и ходить загорелыми и быть темными это вообще не не совсем то да это вот тенечек закрытые какие-то там платьяшки да чтобы не провоцировать да вот эти потому что рак кожи меланома он тоже достаточно агрессивный очень сложно лечиться условно всякие все аборты все это неблагоприятно сказывается на женщине да к профилактике рака молочной железы да мы и онкозаболевания мы можем отнести именно здоровый образ жизни до активный образ жизни это контроль сна отдыха можно немножко про это проговорили проговорили да контроль вашего веса я безусловно женщина в менопаузу мы рассчитываем индекс массы тела это плюс еще плюс 10 например там ваш рост веса там метр шестьдесят семь утрированно здоровый вес это метр должен быть 65 да но я всегда допускаю что до 70 73 да это может быть потому что немножко запас жира да скажем дает нам вот эту эстрогеновую подушку немножко да потому что жир это тоже такой отдельно гормональная ткань такая которая живет и помогает нам тоже в неком да некой степени ну конечно все это должно быть очень гармонично конечно курение алкоголь к сожалению да рак легких сейчас тоже на одном из там вот в некоторых странах на третьем некоторым на пятом месте так особенно вот сейчас более реализации вот этих вейпов да к сожалению тоже ничего хорошего они не несут также мы понимаем что курение ну и мало то что ты психи психи психически да вредно и понятно что мы запускаем некие метаболические неправильные биохимические процессы которые уничтожают для нас и вредят нашим слизистым жила и кишечника второй момент мы не знаем генетические какие-то нюансы до которые могут быть да и какой конечно нужно исключать безусловно нельзя говорить про то что чем дольше женщина кормит грудью тем меньше шансов у нее там заболеть раком безусловно это не совсем так что случается и на фоне этого и поэтому но тем не менее да как показывает статистика что женщина кормящей грудью меньше в меньшей степени как бы было выявлено что у них раки поэтому конечно чтобы не было этих фиброзных кистозных историй да конечно это нужно нам нужно тоже говорить о том что это нужно да потому что сейчас современное поколение которое ну месяц покормила и все я не могу мне там надо фигуру мне там приведите меня в порядок да ты понимаешь что она наносит не только ребенку да проблемы с иммунитетом но и себе поэтому конечно мы с вами тоже так как мы немножко старше мудрее как слова да даже немножко об этом тоже говорить как мы еще да что мы еще можем включить в рационе овощи фрукты до растительные масла ежедневно в организм должны поступать клетчатка да прежде всего для нас самое главное это клетчатка потому что там в организме внутри нашего кишечника формируется достаточно большой слой муцина да это слизи в котором и живут наши полезные бактерии и а именно там формируется у нас короткоцепочные жирные кислоты да которые могут свою очередь быть таким невидимым помощником да который мы напрямую не видим там очень много выделяется таких масел масло масла такие да как бутераты каприловая кислота да и вот не буду сейчас до этом углубляться в эту сложную такую аббревиатуру но в том плане что она помогает нам бороться с воспалениями да вот просто организм сам умеет продуцировать да то что нам необходимо мало того что в там том же кишечнике напрямую мы не получаем эти витамины это все производится именно под воздействием до фермента прищепления до этого долгого пути по кишечнику мы с вами получаем эти витамины поэтому рекомендация ввоза да и институт онкологии да нам обязательно определенное количество нужно овощей и фруктов в рационе иметь да также конечно вы можете дополнительно добавлять какие-то отруби да это может быть ипсилиум это может быть цельнозерновой хлеб это выбрать вместо риса обычного да это может быть коричневый рис чтобы было более грубое грубое волокно да там было чтобы немножко было что что поработать там кишечнику также конечно же есть такие исследования где показывают что употребление красного мяса но это не совсем про говядину это именно про больше дикое мясо да если она регулярно постоянно то она может провоцировать раки да конечно колбаса копчености это все что что увеличивает вот эти все переработанные продукты какие-то там на маске на хлеб что-нибудь вот такое странное да где мы переворачиваем там мы видим большое большое там описание до того чего мы там имеем конечно там химическим химическая лаборатория да в коробочке поэтому стараемся немножко отодвинуть конечно молодость прощает все в молодом возрасте можно и кока-колы попить и ничего не будет там да ну как я уже проговорила с вами да потому что рак это все-таки такое возрастное заболевание чем мы становимся старше тем больше мы накапливаем этих мутаций мы понимаем что помимо всего того что мы там пьем и едим в организме само по себе что-то происходит поэтому еще усугубляет до состояния какие-то выбирать неправильную еду еще что-нибудь да то что может как-то косвенно влиять конечно мы должны с вами стараться избавиться продукты содержащие канцерогены способствующие патологическим изменениям на клеточном уровне это все наши вот эти новые химические всякие мясо и какие-нибудь крабы еще что-нибудь да все что как бы не является едой в качестве качестве белков да вы можете употреблять легко легко доступные нас которые легко вам перевариваются и которые вам нравятся да это может быть и белое мясо да курицы это может быть индейка это может быть рыба это может быть яйца да не нужно их тоже бояться это может могут быть и это может быть и соя да в умеренных количествах это все нужно добавлять это все только будет нам способствовать да а также предлагаю заменить черный чай на зеленый потому что в зеленом чай содержится очень много антиоксидантов даже есть такая добавка а у нас кстати тоже есть у фокаиданом зеленым чаем добавки это все антиоксиданты которые тоже помогают нам профилактироваться да поэтому смена вот даже элементарно чая чай должен быть хороший я не имею ввиду пиалу да не хочу обидеть никого но и на заварной хороший чай две чашечки да мы должны себе позволять кофе тоже приветствуется у кофе тоже есть свойство сохранять наши клетки печени и помогать регенерации также помогает там для кишечника поражения некоторые да легче скажем сходить в туалет после чашечки кофе поэтому две чашечки кофе если это не влияет на ваш сон и вы чувствуете что вы вполне утром можете себе позволить да поэтому можно оставить несколько какие-то напитки например с повышенным содержанием витамина c да это шиповники там боярышники это все тоже может быть также могут быть также куркума да у нас тоже есть альфа который мы можем употреблять как мутинной основе да как такое можно разводить с водой и в течение дня ее пить это тоже будет хороший такой профилактика снижения воспаления в кишечнике да и в целом фонового воспаления также мы с вами должны добавлять лук и чеснок да в каждый прием пищи в этот разного марафоне девочки почувствовали потому что в лицинда содержащийся в чесноке это хорошее именно такое соединение которое нам помогает и с воспалением и помогает нам с оздоровлением сердечных да вот этих всех историй также помогает нам и в иммунной до системе и тоже есть такие описания и паразитами да мы можем сдерживать до разрастания поэтому в принципе лук и чеснок такие вот серосодержащие продукты во первых сама сера да участвует именно в соединении с коллагеном да внутри нас образуется коллаген собственный да и когда для того чтобы он соединился нам нужна серная группа также нам сера участвует именно как антиоксидант именно в печени собирается такой глютатион да это тоже такая серная группа там участвует и благодаря вот этому глютатиону мы тоже можем с вами говорить о том что он сдерживает да разрастание клеток да хаотичное поэтому нам лук чеснок нам тоже нужен поэтому и нейтрализует свободный радикал он особенно это классно работает соединение с индолами да это крестоцветные а когда мы например в капусту или с капустой да либо мы добавляем чеснок лук туда либо мы еще добавляем горчицу да тоже активируются вот эти вещества а также у нас есть такие тоже хотя бы три яблока да там есть такая английская поговорка одно яблоко в день да и там ты забудешь про врача да вот хотя это уже больше немножко три яблока но вот именно кожура да и нам вот эти нужны вещества которые волокна да нам нужны не обязательно это может быть яблоко но в том плане что три фрукта да каких-то нам тоже нужно да помидоры морковь это все должно быть рутина как раз сегодня или да вчера девочки на марафоне мы обсуждали тема была у нас 30 разных продуктов это тоже интересная практика когда мы можем распечатать лист и и просто отмечать насколько много мы вместе съедим разных продуктов как правило до до образовательного до марафона девочки едят там от 10 максимум 10 10 15 продуктов а потом все-таки палитра расширяется и вносит семена и орехи и разные овощи до красной капусты или еще какой-нибудь да очень многие знакомятся с какими-то новыми продуктами брокколи для женщины до 30 грамм капусты крестоцветных нам нужно почти каждый день я вообще всегда говорю что да каждый день какая-то капустная история у нас должна быть либо эта столовая ложка квашеной капусты либо это брокколи брюссельская любая капуста которая вам нравится да вы ее стараться все время внедрять себе в рацион даже есть такие биологические активные добавки которые уже врачи тоже рутинно назначают эндол да эндол трикорбинол они тоже именно вытяжка из крестоцветных поэтому принципе мы можем с вами тоже это через еду получать мои любимчики чтобы я рекомендовала да для профилактики или вот в этот период а когда у нас все уже хорошо мы с вами можем обязательно добавлять астаксантин астаксантин это вещество которое помогает нашим мембранам клеток супер антиоксидант в сто раз эффективнее чем витамин c да также он нам помогает так как это каротиноида он нам помогает обновлению клеток именно слизистого слоя то что мы с вами говорим да о том что химиотерапия да она влияет безусловно здоровье слизистых неважно это щека там глаза нос да или гортань кишечник это все слизистые да нам нужно правильное деление этих клеток контрольное деление вот как пример например вы травмировали щеку при чистке зубов либо еще какие-то манипуляции да и потом вы например курите либо это одноразовые сигареты да либо это вот эти канцерогены которые там есть в сигаретах они попадают постоянно раздражают представьте у вас там есть уже травма да и он еще химически раздражает вам эту слизистую неважно языке на десне на щеке например и безусловно как будет там если там делится клетка здорового до который нужно защитить ваш это и там постоянно еще на эту молодую клетку воздействует что-то безусловно она может мутировать да и вам никто это не прогарантирует также мы дышим вдыхаем мы болеем у нас вот эти легкие тоже выстилка легких она тоже не состоит из флоры из слизистых поэтому еще добавлять в себя до вдыхая это никотин конечно мы тоже право ну как бы мы идем на риски да так почему-то сколько бы не говорили сколько бы не писали о том что курение рак легких да почему-то все куличи говорят меня это обойдет но нет но это частый рак он часто встречается я просто всегда говорю давайте проанализируем что для вас курение да возможно можно заменить эту рутину то что мы играть это медитация немножко когда могу там позволить себе ничего не делать или вот момент работы выйти как бы легально выйти на улицу покурить но это вообще глупость глупейший девочки давайте меняться до мальчики тоже можно поменять свою рутину да и не курить да я например не курю но я себе разрешаю выйти на улицу и без курения да и как бы и вдыхать пассивное курение это тоже курение поэтому все кто курит я точно говорю за что я должна страдать дышать вашим никотином и получать такие же канцерогены как и вы поэтому меняем свои привычки если мы можем от чего-то избавиться мы избавляемся так здесь мы с вами уже много раз да мы с вами обсуждали да том что у нас в составе здесь богатейший состав именно чистый прозрачный да сейчас большая такая идет в пабмэд да очень много статей против ба да я всегда говорю что вот у нашего кайдана мы абсолютно прозрачный да в составах мы точно знаем что там внутри там нет никаких дополнительных веществ у нас основная часть нашей капсулы состоит именно из водорослей да поэтому мы понимаем что мы можем гарантировать от того что там не будет никаких примесей еще чего-то да он высоко очищенный и дополнительно обогащен а поэтому мы смело можем его употреблять да и даже в в период между лечением да здесь у нас с вами есть коллаген который безусловно напрямую он не встраивается ни в кожу не в суставы никуда да ну как источник такой аминокислота мы понимаем что коллаген вообще такой ограниченный комплекс аминокислот но тем не менее он тоже да нам нужен организм разберет и отправиться на нужные вещи здесь есть альгинаты да это тоже классный такой момент когда мы можем как немножко он собирает лишние жирные кислоты в кишечнике да когда лишние жиры там есть мы тоже можем с вами говорить о том что астаксантина мы можем влиять на уровень холестерина до крови поэтому безусловно астаксантин это вообще то что должно быть ставя рутинно как помощь себе да и и профилактики альцгеймера и зрения и сердечно-сосудистых заболеваний да это безусловно нужные нужная добавка которая нам нужна и да вот я согласна что зависимости от того сколько вы применяете безусловно антиоксиданты нельзя не надо передозировать да потому что у нас в любом случае воспаление иногда тоже нам играет во благо поэтому все должно быть грамотно да вот альфа это наверное самый топ до продаж которые у нас есть это удобно в своем роде тоже да это жидко не надо лепить как порошок удобно взять с собой мы можем добавлять это в чай да например тот же зеленый да мы можем с вами обогащать эти напитки здесь у нас огромное сочетание мол то что это на основе водорослей да сами водоросли не так легко пьются но здесь благодаря альфе мы легко не замечая да это все делаем прекрасный напиток именно в момент когда у нас осенние периоды да потому что здесь именно такой иммуностимулятор да это тоже хорошая история когда мы стимулируем именно свой организм вот этот джиншень и черноплодная рябина именно стимулирует наш иммунитет проснуться да немножко поактивничать да вот в борьбе с вирусами да мы тоже понимаем да вирус пополам человека тоже вирус поэтому нам нужно с вами именно давать иногда такой вот толчок своему на системе благодаря мягкой альфе дома мы это можем с вами делать безусловно в момент химиотерапии наверное не стоит все-таки дали очень-очень маленькой дозировки но тем не менее мне нравится именно фукоиданцин что у нас здесь не гипердозы мы здесь не можем передозировать здесь мы можем даже аккуратненько да по грани пройтись именно и в момент между химиотерапии на какие то вот прям вот день химиотерапии не надо да дать время и как бы и и применять да поэтому здесь все это очень очень мягко тут если нас даже дозировки витаминов они очень такие заниженные да спокойные мы никогда не передозируем ничего витамины группы b вообще сложно передозировать они у нас водорастворение но тем не менее да они тоже здесь присутствуют здесь безусловно все водоросли у нас ряда именно каротиноидов да это витамина а содержащий так скажем да уже таким простым языком это опять же да наши наши слизистые вообще вся весь фукоидан именно направлен на то чтобы наши слизистые начиная от носа до ануса были здоровы да снижение в альфе также есть куркумагна которая будет работать как противовоспалительный момент да сами по себе женщин тоже прекрасно работает он и как профилактика и альцкеймера да и долгожительство это вообще прекрасная такое такой корень да скажем добавка которая нужна для мужчин да здесь мы можем альфы именно рекомендовать для профилактики колоректального рака мы можем профилактировать рак предстательной железы да мы сегодня не поговорили про рак женщин да но тем не менее забывая мужчина да мы тоже для мужчины там пройти до колоноскопию исключить рак предстательной железы да обязательно тоже раз год мы это должны делать вот прекрасно тоже у нас дает напиток особенно мы ждем жару это тоже рутина вот и наверное один из тех напитков жанна которые можно употреблять волю в принципе да если у вас нет вопросов по сахарным диабетом и вы хорошо там приносите фруктозу поэтому в принципе мы можем да его рутинно пить и и он в принципе не запрещается здесь нет у нас дополнительно не обогащенными никакими витаминами ничем тем не менее один из безопасных посластителей да и таксилит который помогает избежать кариозных каких-то вещей в именно на полости рта да поэтому он сладковатый но он безопасный поэтому здесь в принципе это хорошо и для детей да и даже если есть какие-то нюансы тоже классно будет работать поэтому в принципе основа водоросли да она присутствует как его все во все во фокаидане и поэтому пьется он легко за счет того что там классные ароматизаторы мне как-то приятно сказала о боже ты совсем с ума сошла ты какую химию пьешь почему он синий то она немножко была в шоке от того что он синего цвета на водную грудь для настроения да мы все все с вино мая с фокаиданом вот поэтому вот пожалуйста мы можем его рутинно употреблять спокойно и без каких-то дата ну даже не высыпет пьем освежаемся да и это без словно да ну все меняем все все ротируем до обогащаем он классно его можно тоже и в чай добавить если хочется да немножко такого зеленый чай плюс фокаидан тоже классно получается такой летний напиток да с лимоном на и можно до лед положить очень классно да я думаю что вы тоже все экспериментируете с этим напитком нашим любимым синеньким но на сегодня я наверное вам расскажу рассказала все то что мне хотелось да рассказать мне хотелось конечно больше сделать акцент на психологическое до состояния женщины о том чтобы вы научились чувствовать себя о том чтобы вы научились любить себя да и любовь начинается прежде всего забота о себе да том что выспалась ли я да достаточно ли я позаботилась о себе я мне бы хотелось о том чтобы вы расставляли приоритеты своей жизни да о том что вы главное о том что от вас все начинается ведь мама это как пуговки да на них сутся поэтому мне хотелось бы чтобы вы чувствовали себя понимали себя да можно сделать такие бумажки себе как маленькие записочки да и выставлять эти приоритеты например приоритет отношения к себе да приоритет восстановления до удовольствий каких-то там работы карьеры безопасности да какие-то душевные спокойствия о том что вы всегда должны именно так же как мы с говорим о том что мы фукоидом не цикли и ратируем да мы также должны относиться к себе должны выставлять те приоритеты в жизни для того чтобы мы понимали что вот сейчас момент немножко поработать да но потом момент именно отдохнуть да и я дам себе выспаться и я дам себе этот отдых даже если вы делаете рывок в карьере вы обязательно должны себе поставить на том конце что я себя поблагодарю я себя вознагражу да то что делают мои девочки на на марафоне в конце повседневной голодовки мы всегда на псевдо голодовки да мы всегда обсуждаем чем вы себя наградите да и это не про торт и это не про там я куплю себе там рыбу да там или еще что-нибудь мы именно говорим о том что это должно быть что-то такое приятное для себя сделано для того чтобы ваш мозг запомнил да потому что меняться это хорошо меняться это не страшно поэтому я не бы хотелось чтобы вашей жизни вот эти приоритеты были расставлены очень правильно да именно заботой и нежностью к себе поэтому попробуйте немножко посидеть и поразмышлять да то насколько какие приоритеты в жизни насколько мы иногда себя задвигаем в этих в этой спешке там и безусловно к стать взрослым да и взрослым именно в том плане что мы иногда просто не хотим слышать свой организм да не хотим видеть явные проблемы до своего слоем организм мы там иногда ради красоты там что-нибудь там неправильную обувь одеваем и там все все выпивают на дни рождения я тоже буду выпивать там да или еще какие-то такие вещи это не про взрослость да не берите ответственность на себя за себя да потому что это я только мое тело дано мне однажды ваш скапандр вашей душе нужно время здесь реализоваться поэтому ваша задача как умного человека взрослого человека дать максимально силы здоровья своему скапандру да сберечь его максимально качественно поэтому я желаю вам относиться к себе более бережно более нежно да я желаю вам научиться отдыхать я желаю вам научиться себя слышать все свои звоночки да как иногда когда мы идем в протест чему-либо как у нас отзывается это тошнотой болью до какими-то вещами иногда думаю вот там нам надо там 100 врачей найти нет иногда просто нужно остановиться и просто поговорить с собой насколько правильный путь я иду да я думаю что вы каждый это проходили вы каждый об этом говорили да почему то именно когда настигает какая-то страшная ситуация болезнь мы начинаем об этом думать да но мне бы хотелось чтобы вы начали думать немножко заранее про это да я хочу чтобы вы если надо проговорить прогревать прогревали столько сколько вам нужно если вам нужно время остановиться и подумать о другие бегут вперед я просто не смотрите ни на кого они сравнивать себя ни с кем да вы уникальны и пусть это время будет искренне вашим вот сколько вам нужно остановиться не столько и постойте да постойте замрите сконцентрируйтесь на себя тело настолько наше мудрое настолько она правильная да настолько нам много дает знаков но просто в этой суете и когда вот этот шум да у нас мы себя просто не слышим поэтому я желаю вам слышать себя слушать себя до наслаждаться с собой своей жизнью своим здоровьем до максимально делать для себя что вы можете сделать я благодарю всех кто был вас у меня было так много я надеюсь что мы посеяли рациональное зерно в профилактике онкологии мы все больше и больше будем говорить о любви к себе да и о том что это очень важно я всех благодарю желаю вам хорошего лета больше гуляйте наслаждайтесь сейчас прекрасная мягкая погода очень много зелени очень много кислорода вдыхайте полной грудью восстанавливаетесь зель зеленый цвет помогает нашей нервной системе перезагружаться поэтому максимально много находитесь на улице и желаю вам здоровья и всех благ благодарю вам и вам вам и